По большому счету, именно от памятника адмиралу Николаю Кузнецову и начались сегодня общегородские праздничные мероприятия в Архангельске. Холодной пасмурной погоды не испугались ни ветераны, ни официальные лица, ни горожане с детьми. Все понимали опасность, все понимали, что предстоит тяжелое испытание для нашей Родины. И тем не менее, у всех на лицах была надежда на то, чтобы в конечном итоге были победили. О своем вкладе в победу адмирал Николай Кузнецов обычно умалчивал. В июне 41-го, не дожидаясь команды сверху, нарком ВМФ Кузнецов перевел в флот состояние боевой готовности номер один. Тем самым он спас тысячи жизней моряков. Он имелся тем человеком, который предупредил заранее российский флот о наступлении врага. Конечно, он рисковал. Он полагался полностью на свое чутье, на свою мудрость, на жизненный опыт. Моряки везде впереди шли. Моряки бесстрашные люди были. Вот как нам рассказывали про наш дивизион, ходили с гранатами на корабли противника. Потому что маленькие тогда были еще противоловочные. С гранатами ходили. Впрочем, за российский флот и сегодня готов поручиться каждый моряк. Наш северный флот и весь военно-морской флот нас не подведет. От адмирала Кузнецова процессия двинулась в сторону другого знакового памятника – юнгам северного флота. Последние в списке, но не последние по значимости – стела «Архангельск. Город воинской славы» и памятник участникам северных конвоев.